Безусловно, уже факт произошедшего и видео, которое было распространено в сетях, говорит о том, что, в принципе, Алексей поступил не очень корректно, несмотря на то, что, в принципе, там ребята действуют не совсем законно, действуя в рамках программы StopHump, но, тем не менее, поведение Алексея, оно такое вот как раз было весьма агрессивным, и, естественно, это ударит по его имиджу, как спортсмену, как лицу такому, которое олицетворяет именно, скажем так, лучшие образцы спортсменов или лучшие идеи, которые на сегодняшний день продвигают в спортивном мире. Ну, естественно, в этом плане стоит обратить внимание и на деятельность организации StopHump. Они, как правило, часто выходят за пределы законодательной нормы инициативы, и что может повлиять, скажем так, на внутренние конфликты. И они, в принципе, вот людьми, которыми происходит, да, и выкладывают видео, происходят инциденты, они ведут себя не очень так, не всегда там адекватно и согласно нормам закона. Естественно, существуют большие проблемы и в Москве, и в больших мегаполисах с движением, с парковками, с парковочными местами, но для этого должны активизировать свое действие специальные службы, там, государственная охрана и государственная автоинспекция, которые, соответственно, должны активизировать деятельность непосредственно вот каких-то патрулей мобильных, которые бы вот как раз заменяли деятельность Топхама. Но, учитывая то, что таких действий не происходит, то есть народ сам берется, скажем так, за оружие и реализует вот эти вот задачи, решает эти задачи, которые должны решать там правоохранительные органы. И это выходит в такие определенные последствия, да. Что касаемо конкретно этого инцидента, естественно, поведение Алексея Немова, насколько мы его знаем, таким уравновешенным, спокойным человеком, да, оно немножко выходит за пределы вот этого понимания нашего и образа Алексея Немова. И навряд ли последует вот дальнейшее обращение в суд, потому что по прошествии времени он осознает и просмотрит даже те видео, которые произошли, и осознает свою неправоту в данной ситуации. Ну, мы не говорим о правомерности действий, а говорим непосредственно о моральном окрасе вот этой ситуации конкретно.